Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, живём с мужем как соседи. Причиной тому стал разлад, на почве решение брать ипотеку. Муж хочет открыть собственное дело, а я взять квартиру. После чего он сказал, что у него глубокая депрессия и вообще он меня не любит, но разводиться не торопится. Предложил пожить отдельно, но это закончилось на этапе диалога. Не знаю, как быть в этой ситуации и наладить наши отношения. Смотрите, не сложно, на мой взгляд, догадаться, что в вашем рассказе есть что-то такое, чего не хватает. То есть вот, у меня, например, сложилось такое впечатление, что чего-то не хватает. Если вы говорите, что у вас разлад произошёл на почве ипотеки, после чего муж заявил о том, что у него депрессия, то скорее всего проблемы были и раньше. Просто вы на них, вероятно, не обращали внимания. Вот. То, что произошло сейчас, это просто такая вот своего рода кульминация может быть этой ситуации в целом. Да? Именно к кульминациям. И то, что вы описываете, это может быть вершиной айсберга, опять же, а проблема находится несколько глубже. Потому что не возникает глубоких депрессий и, да, она на ровном месте. Кроме того, вот, если у него, как вы говорите, глубокая депрессия, то ему нужен диагноз. То есть, как бы, без диагноза это просто слова, которые ничем не подкреплены. Вот. То есть, если человек говорит, что у него глубокая депрессия, то он должен лечиться, соответственно. Вот. Чего не хватает здесь, в этой ситуации, на мой взгляд? Не хватает, на мой взгляд, вашей позиции. Во-первых, не хватает кооперации с мужем. То есть, как-то внезапно получилось так, что вы хотите квартиру, а он дело. Согласитесь, несколько глобальные различия. В будущем вашей парке. Ну, я имею ввиду супружеской, конечно же, парке. То есть, слишком сильное различие, как мне кажется, здесь имеет место быть. И подобный расклад не случайный. То есть, для вас стало неожиданностью то, чего хочет муж в плане своего дела. Или для него стало неожиданностью то, чего хотите вы в плане квартиры. Но факт остается фактом. Очень важно здесь посмотреть на то, насколько поверительны между вами отношения. Потому что, на мой взгляд, ну, что-то не совсем здесь в порядке. Потому что, слишком большие различия. И, очевидно, что имеют место быть недомовки. Очевидно, что имеют место быть вот то, что я бы назвал, например. Замалчиванием каких-то вещей, деталей. Вот. Необязательно. Ваша вина. Ну, как бы, если вот так принято у вас, например. Ну, если вот вы так привыкли делать хода, то понятно, что сразу быстро вы от этого не, ну, как бы, не откажетесь. Это понятно. Вот. Тем не менее, менять что-то, если вам хочется наладить, отношения можно и нужно. Да? В первую очередь, это выстраивание других, ну, на мой взгляд, принципиально других отношений с мужем. Вот. Потому что, на данный момент, получается так, что человек вас, по сути, не понимает. А то вы не понимаете его, ничего. Для меня не совсем понятно, хотите ли вы его понять. То есть, хотите ли вы понять вообще, что, ну, что важно-то ему. Вот. Хочет ли он понять, что важно вам. И так далее. То есть, варианты здесь, на мой взгляд, достаточно разнообразными. Достаточно разнообразными. Вот. Такая история. Следующее. На что я хотелось бы обратить мне ваше внимание. Это позиция. Ну, я имею в виду позиция ваш. То есть, то, как, условно говоря, вы реагируете на какие-то действия человека. Человек. На действия своего, ну, на действия своего мужа. Как вы на эти действия реагируете? Что это, что это значит? Ну, когда он говорит, например, что не любит вас. Ну, грубо говоря. Ну, вот. А за этим, как мне кажется, должна быть определенная с вашей стороны реакция. Там, которая демонстрирует ваши ценности и ваше отношение к этому. Например, у настоятельное продвижение идеи пожить отдельно. Ну, раз человек сомневается, например, в том, что вас любит. Мне кажется, это вполне логично. Ну, вместо этого мы наблюдаем то, что вы как будто бы вот сами не очень понимаете, чего хотите. понимаете, что вам нужно. Не очень понимаете, где, ну, где нужно себя проявить, скажем так. Поэтому вашей позиции, вашей уверенности в себе, как мне кажется, здесь не хватает. это один момент. Следующий момент заключается в том, для чего вам квартира. и соотношение ценности этой квартиры, все ценности мужа отношений и так далее. Потому что, конечно, я могу ошибаться, но очень честно, жирброщадь используется для обеспечения некой безопасности, некой стабильности, если угодно. если вы не чувствуете себя в безопасности, если вы не чувствуете себя в стабильности, если вы не чувствуете, что вам спокоен, например, то вряд ли квартира эту проблему решит, потому что данная проблематика, если она существует, идет из вашей психики и страха. и страха, например, быть брошенной или что-то вроде там. Это тоже обязательно нужно учитывать в этой ситуации. Как вы понимаете, я надеюсь, что многое здесь исходит из идеи о том, насколько вы можете оставаться собой, налаживая отношения с мужем. насколько вы уверены в себе, насколько вы осознаете, чего хотите и так далее. Это все очень важные моменты, на которые вам, мне кажется, нужно обратить свое самое пристальное внимание. В случае ситуация будет выглядеть для вас так, что вы не будете понимать по-прежнему, куда вам двигаться, чего вы хотите и так далее. Собственно, ваш вопрос, не знаю, как быть в этой ситуации, наше отношение, зависит от целей. Прилите в первую очередь вашим, то есть, это то, чего вы хотите, сами хотите, то, что вам нужно, вам самое нужно. Но это какая штука, какая штука. Поэтому, я не знаю, как вам быть в этой ситуации и как наладить ваше отношение. Потому что, я не знаю, ни вас, ни вашему мужу. Я полагаю, что психотерапия поможет вам лучше понять себя и, возможно, лучше увидеть, что вы хотите, что вам хочется делать дальше. Если в этом направлении смотреть, если в этом направлении двигаться, то вполне вероятно, вы сможете для себя какие-то вещи, новые увидите, что позволят вам, я надеюсь, двигаться вперед. Что позволят вам, я надеюсь, увидеть для себя новые перспективы. Да, сейчас ваше отношение может быть во слепый пик. Или, может быть, вам так кажется. Это действительно может быть. Вот, это правда. Правда, может быть, такая вот довольно неприятная история. Но, дальше только от вас зависит, в каком направлении что будет двигаться. И если вам, если у вас есть ресурсы и желание, то, я думаю, не так сложно будет все исправить. В этом было, что муж ваш, значит, видно, уходить не торопится, не так, чтобы он очень сильно хотел это делать. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, он больше не хочет уходить, чем хочет, на мой взгляд. У него, ну, нет, вот, знаете, таких, ну, такого сильного желания с вами рвать отношения. Иначе бы он уже давно бы ушел, как мне кажется. Вот. Поэтому все можно, в принципе, в принципе, поправить. Ну, вопрос по-прежнему остается именно вот таким, да, именно таким, таким, чего хотите вы. То есть, да, то, что вы не знаете, как вам быть, это, понятно, но, чего вы хотите, именно хотите, чего вам. Вот. Давайте постараемся на этот вопрос для начала поискать ответ, да. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы увидели для себя что-то новое, получили пищу для размышлений. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Я буду вам благодарен за это. Вот. Я буду благодарен за это, если вы дадите, вот, обратную связь по моему ответу. И, соответственно, это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам лучше двигаться в сторону какого-то понимания себя и своей проблематики. Я желаю вам удачи и всего самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...